Добрый вечер! Вы снова на канале Эйтон ТВ и снова в передаче «Остров сокровищ» журналист Петр Люкимсон рассказывает вам о том, чего вы не знаете о стране, в которой вы живёте. В Тель-Авив город Контрастов, рядом с Саханой и Меркозид, центральной автобусной станции, о которой мы говорили на прошлой передаче, находятся знаменитые башни Акирова, с которыми недавно произошла занятная история. Петь, что это за знаменитые башни Акирова и что там за люди живут? Башни – это названо по имени бизнесмен, на которых построил Акиров. Очень известный израильский бизнесмен, строительный подрядчик, владелец очень многих престижных домов. Но башня Акирова знаменита тем, что это очень престижное здание, это, что называется, два элитных дома, в которых живут вип-персоны. Ну, чтобы вы не подумали, что вип-персоны, ну, скажем, там живёт Ихуд Барак, наш министр обороны, со своей второй женой. Извините, я на рекомендуем вопрос. Сейчас, 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 сейчас мы до этого зайдём. Там живут очень многие бизнесмены, там же живут крупные криминальные авторитеты, вроде Амера Мульнира. Правда, соседи возмущались тем, что он поселился, и говорили, что это угрожает их безопасности, но я, честно говоря, считаю, что наоборот. После того, как поселился Амера Мульнира в доме Акирова, за свою безопасность они могут быть совершенно спокойны. А пропозже, знаешь ли ты, что, по слухам, по слухам, в этом доме купила квартиру Алла Пугачёва? Ну, есть несколько слухов о том, где именно в Израиле купила квартиру Алла Пугачёва. Да, блуждающая Алла. А может быть, она действительно купила их в нескольких местах, потому что одно время, не сейчас, можно было вкладывать деньги в израильскую недвижимость, в российской элите. Сейчас это совершенно не можно, сейчас они вкладывают деньги в Испанию, в основном в Испании и в других странах, средиземноморья, кстати, тоже, но не здесь. А что касается дома Акирова, квартира там может стоить по-разному, от 3 до 10 миллионов шекелей. А вот квартира нашего министра обороны, Иуда Барака, сколько стоит? Я уже сейчас не помню точную сумму, по-моему, она им обошлась, он как раз развелся с Навой, и они продали дом, который они строили в Кейсаре, по-моему, она им обошлась миллионов два. Но после ремонта, там был сделан колоссальный ремонт, и там, например, в дом был внесен рояль, который оттуда не сдвинуть, построен кинозал и так далее в квартире. После ремонта она стала стоить как минимум вдвое больше, а может быть сейчас ее стоимость составляет миллионов 5-6. Я не берусь судить, я не могу просто назвать точной цифрой, но речь идет об этих суммах. Есть квартиры, которые стоят 10 миллионов. Все зависит от того, какая там площадь, какого она состояния и так далее. Минимальная площадь там, по-моему, 180 квадратных метров. Ну, хорошо, завидно, конечно. Ну, ради бога, люди заработали, люди живут там, люди платят... Не бедные люди. Да, не бедные люди. Люди платят, наверное, большую армону, муниципальный земельный налог. Ну, видимо, как бы, это же хорошо, когда в городе живут богатые люди и платят муниципальный налог. Да или нет? Замечательно. Ну, вот мы сейчас с вами как раз собрались поговорить о том, что произошло буквально на днях. На днях Эхуд Барак и еще 10 соседей, его соседи по дому... Небедных соседей. Подали иск против террористского муниципалитета, где они выступают против того, что им начислили вдруг, ретроактивно, несколько тысяч шекелей за 5 лет, армону, которую они якобы не оплатили. Армону земельный налог? Земельный налог. Земельный налог за что? Оказывается, все эти годы они платили за ту площадь, которая проживает, но площадь под бассейн, сауну, спортзал, там есть еще ряд подвещений, есть раздевалка, есть душевая и так далее, они за нее не платили. И мэрия Атинавиева сказала, что, господа, вы обязаны платить за эту площадь тоже, и это выходит, если разделить на число квартир, число квартир довольно большое, это небоскребы, все штуки, выходит 425 шекелей в год, если я не ошибаюсь. А сумма, значит, сумма штрафа за 5 лет выросла, да, с пеней, по-моему, до 3000 шекелей. Насколько я знаю, мы все, и ты, и я, мы налогоплательщики, да, мы платим муниципальный налог. Насколько я понимаю, я плачу не только за ту квартиру, в которой я проживаю, но и за часть лестничной клетки, за часть подъезда, да, за часть своей прихожей и даже, я знаю это точно, за часть тротуара, который прилегает к дому. Там есть, сколько там меров тротуара, которые я оплачиваю. Я за это плачу. Все за это плачу. Они не платили. Но, видимо, они считали, что им положено. Ну, есть такое, знаете, вот, помните, в фильме было, а почему, говорит, вот мне вот такие, ко мне такое отношение. А тут проводник был, помните, заколдованный. И он говорит, да я и сам не знаю почему. И Дух говорит, положено. Вот они думали, что им положено. А оказывается, им не положено. А может, министр обороны, правда, или сколько-то? Нет, конечно, нет. Конечно, они обязаны были за это платить, но они не платили. И они привыкли к тому, что они не платят. Поэтому новый платеж они восприняли как незаконно. Но самое главное, ведь для этих людей 425 шекелей в год, это совершенно смешная сумма. 625 шекелей в год, если разделить на 12 месяцев, это получается 35 шекелей. Что такое? 6 шекелей в месяц. То есть, ты мне хочешь сказать, что министр обороны и худ варак, у которого квартира сегодня по разным оценкам оценивается в 9 миллионов долларов, не шекелей, долларов. Мы говорили о долларах, кстати. Долларов, да. Надо подчеркнуть. 9 миллионов долларов, что порядка на сегодняшний день. Ну, я не знаю, в 9-5 может быть. Может быть, в 5, мы точно не знаем. Окей. Что порядка на сегодняшний день, это примерно под 40 миллионов шекелей подал в суд против Тель-Авивского муниципалитета за 35 шекелей в месяц, да? Да. Я правильно понял? Я ничего не перепутал? Абсолютно, абсолютно. И то же самое его соседи, среди которых очень крупные, я повторяю, очень крупные израильские бизнесмены, зарабатывающиеся, они возмущены не только 425 шекелей, они возмущены вот этими тремя тысячами с небольшими шекелями, которые для них это тоже крупная сумма. Я вам скажу, может быть, поэтому они миллионеры, потому что они знают цену вот этим деньгам. Черт его знает, ну, знать цену деньгам пить, конечно, нужно, а скажи, а такие понятия, ну, не знаю, как стыд, как совесть, как... Это... Отменили уже? Нет, вот это как бы на деньги не измеришь. Я должен сказать, что на самом деле, элитных домов в Израиле таких очень много, они, эти люди платят за охрану, эти люди, как я недавно узнал, платят за приходящих к ним массажистов, вот. Потому что они никогда не ходят куда-нибудь делать массаж, это не же их достоинство, массажист должен прийти к ним домой, как вы понимаете, и так далее, и так далее. То есть у всех у них есть, понятно, прислуга, вот как была у барака, я не знаю, гастарбайтеры это или израильтяне есть, кстати, им прислужат и израильтяне, потому что есть некоторые, кто требует кошерную пищу, и понятно, что ее должна готовить еврей, который понимает, что такое кошерная пища. Естественно, эти дома охраняются, вы не можете туда просто так войти, охранник вас не пропустит, если только вы не покажете ему нечто более веское, что позволит, что заставит его, скажем так, вас пропустить. И мы знаем, что в этих домах, тем не менее, тоже были ограбления, были похищения людей, то есть на самом деле никакая охрана не защищает от того, чтобы, тем более, что охранники там действительно русскоязычные репатрианты, получающие минимальную зарплату, поэтому этот человек не должен, как бы, когда на него наводят пистолет, жертвовать своей жизнью за 3,5 тысячи шекелей. Тем более, когда тот, кого он охраняет, не готов пожертвовать, даже не готов отдать полагающийся государству 35 шекелей в месяц, да? Да, но мы говорили с вами, что на самом деле ведь жители Северного Тель-Авива, они практически никогда не платят торгом, они добирают долг до астрономических сумм, а потом, значит, начинают в суде добиваться, чтобы им дали скидку. То есть это обычная практика. Богатые люди, к сожалению, не любят платить, и это тоже обычная практика, она во всем мире достаточно распространена. Все знают, что прежде чем богатый человек выпишет чек и расстанется со 100 долларами, со 100 рублями, со 100 шекелями, это у него займет достаточно времени, скажем так. Вы поняли, господа, да, телезрители, перестаньте платить налоги, наплюйте на совесть, наплюйте на законы, и вы тут же станете богатыми. Ничего подобного, ничего подобного. Ни в коем случае, если у вас нет денег на очень высокооплачиваемых адвокатов, платите налоги, будьте за кого-то послушными гражданами, иначе вы никогда не вылезете из того приговора, который выдаст вам суд. В общем, история печальная, под конец хочу сказать, что, увы, господа, мы сами выбираем этих людей, мы сами приводим их на высокие посты в государстве, мы сами оплачиваем их долги, и, видимо, нам самим, нам и только нам должно быть за них стыдно. Это была программа «Остров сокровищ» с Петром Никимсоном, и Петя, как всегда, нам рассказал то, чего мы не знали, а лучше бы и не хотели знать, и лучше бы и не знали о той стране, в которой мы живем. Спасибо, Петя. До свидания. Продолжение следует...